Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем с вами играть в Trader Life Simulator, я думаю, что это наша с вами заключительная часть, заключительная серия, в которой мы купим гоночный автомобиль и, собственно говоря, на этом, скорее всего, и закончим, потому что больше здесь делать нам нечего и будем ждать просто элементарно следующего обновления. Много комментариев мне написали, много разных комментариев, я их даже всех не упомню, наверное, и отвечать на них я ответил, все, на которые хотел ответить, и все, на которые видел смысл отвечать, я на них ответил в самих комментариях, то бишь, просто ответил на ютубе. Как ты видишь, у меня вот обновочка здесь есть, и мне теперь удобно разговаривать, точнее, только неудобно сидеть, очень неудобно сидеть, мне привычно, что у меня здесь что-то еще стоит, но я думаю, со временем немножечко я прииграюсь, привыкну к тому, что у меня здесь что-то есть, помимо монитора, спереди меня, и думаю, что звук будет гораздо лучше. Тебе, наверное, непривычно видеть, точнее, без вот этого вот наголовника, который покрывал большую часть моей головы, так что привыкай, привыкай. Комментарии по типу, где рафт, где хаус флиппер, ребят, обязательно будет и хаус флиппер, и рафт, просто они будут немножечко позже. По рафту, скорее всего, будет стрим, скорее всего, будет стрим, пока не могу сказать, когда. Ролики смотрите там, когда что будет, я озвучу, когда будет стрим, и будем мы с вами играть в этот рафт, потому что на запись я в него играть что-то не сильно горю желанием, поэтому вот так вот. Поэтому пока что вот так. Может быть, конечно, может быть, я запишу одну серию, но это будет после того, как я пройду The Tenants, и, собственно говоря... Собственно говоря... Пока еще неизвестно, не стоит разочаровываться раньше времени, не стоит написывать мне там по поводу каких-то игр. Я буду выпускать все по очереди. Я просто с самого начала нахватал, а теперь мы будем разбираться с этим потихонечку. Не так у меня много времени, чтобы записывать по три видео в день. Вот позавчера, да, позавчера, наверное, вышло три видео в день за день. Вчера вышло два видео. Это все потому, что я... Все потому, что были выходные, поэтому выходило три видео в день на выходных. У меня еще на каких-то выходных, опять же, у меня есть еще время записывать. А на каких-то хренак и нет. Хренак и может и не быть вообще времени, и может быть одно видео. Никто не застрахован. Да, по поводу носа, дружище... Вот единственный комментарий, на который я не ответил, это на твой. По поводу вот перегородки, там ты лечился. Я... У меня была зависимость. У меня она сейчас, конечно, есть. У меня сейчас в большей степени не из-за того, что я болел. И не из-за того, что я болею, а просто из-за того, что мой нос, моя слизистая, привыкла к тому, что я что-то в нее заливаю, чтобы она дышала спокойно, чтобы она... Как это сказать, была сужена. И поэтому теперь она требует, чтобы я в нее что-то заливал. А так, в принципе, отвыкнуть гораздо проще, чем кажется. Просто нужно капать в одну ноздрю. Это на будущее. Если ты там будешь пользоваться какими-то там капельками сосудосуживающими, попросту берешь и капаешь не в две ноздри, а капаешь в одну ноздрю, и все проходит буквально там за двое суток. То есть у тебя ноздри отвыкают. Ноздр от того, что в нее что-то заливают и старается дышать самостоятельно. Не будет же он все время, которое ты живешь там, да, всю неделю там, например, заложен. Он не будет заложен, он сам поймет, что ни хрена помощи извне ждать не стоит и начнет дышать самостоятельно. Он начнет расширять тебе пазухи и, в принципе, пройдет у тебя вся эта зависимость от назальных вот этих препаратов. Так что не переживай, я с этого тоже достаточно быстро слезаю. Просто, ну, влияет она, конечно, вся ерунда на мозг, на голову, она влияет очень сильно. Голова от нее болит очень сильно. И тем более, учитывая, что капаешь там, знаешь, не какими-то там супермодными каплями, а какими-то дешманскими просто там нафтезином. Он стоит там 20 рублей буквально или того дешевле. И получается, получается у тебя болит потом голова от него. Болит, может болеть, может не только голова, там болеть может что угодно. От этого нафтезина. Потому что что туда льют, непонятно. Ну вот, такое лирическое отступление. У нас с тобой мы уже расставили почти все консервы. И сейчас будет ироничная пауза. Эта пауза была для того, чтобы я копнул в нос. Я просто сел и начал понимать, что у меня закладывает ноздри. А сейчас я как бы не могу себе позволить взять и не капать. Я хочу говорить нормально. Хочу не говорить в себя. И поэтому, естественно, мы... Не мы, а я капаю просто в нос. И на ночь, скорее всего, я этого делать не буду, чтобы подышать. Хотя на ночь... У меня обычно, кстати, на ночь была такая ерунда, что я капал на ночь. Потому что я уснуть спокойно не мог. И отвыкал я тоже, ну... Капая на ночь. В одну ноздрю капаешь ночью, и все. И как бы бессредно практически для тебя, без какого-либо... Такого негативного эффекта. Отвыкание происходит. Буквально за ночь, там, за ночь. На следующий день тебе уже почти не хочется капать. У тебя нос уже не... Ну, короче, не страдает этой ерундой. Такая вот история, да. Ну и вот, кстати, мы заканчиваем уже с консервами. Ну-ка, нет, 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 нет. Некрасиво. Вот так, в принципе, пойдет. Жрать? А, мыться нужно. Мыться же ведь у нас в квартире. Ну, поехали в квартиру. Но поедем мы на КамАЗе, потому что... Потому что... Потому что нужно. Нужно нам поехать на КамАЗе. Он управляется гораздо приятнее. Меня там спрашивали, что... Хотя я уже ответил на этот вопрос, но я отвечу еще раз. Зачем я купил КамАЗ? КамАЗ, грузовой автомобиль, это удобная штукенция. Что там такое? А, удобная штукенция, она не требует заправки. Она управляется очень приятно. Она поворачивает хорошо и разгоняется достаточно неплохо. Ты видишь, как она высокооборотится? Там до 6-7 тысяч оборотов подскакивает тахометр, стрелка на тахометре. Я считаю, что это хороший автомобиль. И он едет гораздо приятнее. А, это мухи летают вокруг меня. Я понял. Это ж надо настолько долго не мыться, чтобы не мочь бежать. Ты представляешь? Скорее всего, нам мешает грязь, которая налипла на нашем грязном непромытом теле, на нашей грязной непромытой одежде, и теперь тянет нас вниз, не давая нам быстро перемещаться. Кстати, если ты до сих пор не подписался на мой канал, естественно, подписывайся, потому что таким образом ты ускоришь выход видео, ты ускоришь, увеличишь мою мотивацию записывать, хотя она у меня и так, в принципе, достаточно на высоком уровне, но никогда не помешает дополнительная мотивация. Поставь лайк, обязательно подпишись на канал и прокомментируй. Мало ли что там интересного напишешь ты. Мне много людей что интересного пишут. такого прям реально интересного. То есть, вот про нос, например, мне написали, чем там лечились, для горла всякие препараты мне советуют. А как дед старый, мне рекомендуют большинство всякие там таблетки, блин. Я скоро буду у вас, как у фармацевтов, консультации брать. Не знаю зачем, но я решил купить компьютер. Просто решил купить, вот зайти и купить монитор и компьютер. Системный блок и монитор. Пускай будут, пускай будут. Они недорого так стоят. В принципе, не сильно ударят по нашему кошельку. Еще, кстати, мне сейчас будет неудобно пить, потому что я вот так вот, скорее всего, буду это делать. Пока я еще не придумал, куда будет правильнее поставить микрофон, это повесить. Мне до сала тянуться приходится через штатив, через пантограф. И, собственно, из-за этого как-то мне непривычно. На самом деле, просто людям, которые записывают без вип-камер, они не парятся, как они выглядят. Они могут записывать хоть утром, хоть ночью, хоть вечером. Я не могу. Мне нужно, чтобы ты видел меня в адекватном виде, в адекватном состоянии. И я должен быть причесан, помыт, умыт. И, в принципе, сидеть ровно в освещенном пространстве, чтобы на меня падал хороший, четкий свет. И чтобы много, короче, всяких пунктиков, которые нужно соблюсти, чтобы это все сделать. Так что ты недооцениваешь, скорее всего. Хотя нет, ты оцениваешь меня так, как нужно. Меня мои подписчики любят. Я вас тоже очень всех люблю. Так, системные блоки поставим. Вот, вообще, они вот тут вот должны были стоять. Говорю, вот тут должны стоять системные блоки, и не надо со мной спорить. Угу. Их всего у нас два, так что... Так что вот так вот. Погоди-ка. А, ну сюда-то не поместится еще один. Давай вот здесь пусть стоит. Хрен он будет здесь стоять. Вот. Ой. Одна беда, одна проблема на проблеме. Монитор поставить некуда. Это у нас куки-файлы, а он будет стоять вот здесь, куки-файлы. Нам нужно накопить всего лишь сорокет. Всего лишь сорок тысяч, казалось бы, да? Вообще ничто по сравнению с этой, с экспортной компанией, там, с покупкой коров, с покупкой кур на сорок тысяч. Да, кстати, мне написали, что можно смотреть через смартфон состояние нашей фермы, и сейчас я разложу печенюхи, и мы посмотрим, что там с фермой. И да, парень, по-моему, Кирилл тебя зовут. Ты написал по поводу... По поводу того, что когда я перезаходил в игру после телепорта на крышу, я вернулся, и у меня куры не сохранились. Так куры были в предыдущей серии, как я помню. То есть они вообще явно были до того, как я не имею телефона, у меня уже он был. В смысле? Что это такое? Что это значит? Почему у меня нет телефона? Кто у меня его отобрал? Ребятки. Ребятки, сознавайтесь, кто у меня отобрал мой телефон. Два одинаковых мужлана пошли, их с разными лишь прическами. Мужик, дай телефон, пожалуйста. О, 125 долларов, вообще ничто. На N могу нажимать, жалобы клиентов, животные. Ну, серьезно же, может быть он был у нас, да, в обычном режиме. Животный, чикен, 977, ты видишь? 977, у меня курица. Daily income, daily cost, а, daily платежи, короче, у нас 2000, то бишь, каждый день мы получаем с этого со всего. Короче, 7500. Доход будет доступен в 2100. Все, теперь у меня никаких претензий к разработчику нет, все написано четко в нашем смартфоне. А то я изначально-то подумал, что он совсем не хочет нам показывать, когда будет доход, что у нас есть. коров, а что, коров всего 60? Блин, я думал, я гораздо больше, хотя на 30 тысяч, да, на 30 тысяч как раз и было 60. Так что, все в порядке. Все в порядке. Мне так стыдно читать комментарии по поводу, что, ну, типа, вы пишете, что, вот, мне приятно смотреть, как ты красиво раскладываешь товар. И пишите в этой подсерии, где я уже начал, ну, просто на мудо, как мне, ну, как получится раскладывать товары. Мне реально так стыдно становится. Вроде как бы, вы пишете, что я красиво ставлю товар, а я на самом деле вообще не стараюсь. И реально же, это видно спокойным, невооруженным глазом. И я это даже озвучиваю, что все, я стараться не буду, типа, тыры-пыры, восемь дыр, на лысину говорит, клади мне закуску легкую, и я ее домой заберу. Но нет, мне за нее нужно сначала заплатить. Кешики мы раскладываем вот сюда, вот так. я просто надеюсь, что сейчас не буду плеваться в микрофон, потому что стоит он достаточно близко, не поп-фильтр, не ветрозащита, я на него не стал налепливать, чтобы мне здесь еще вот этого не хватает. И надеюсь, что ты не будешь слышать мою клавиатуру. Просто, блин, честное слово, первый раз записываю с этим микрофоном и даже думать, не думаю, как оно будет записывать. Я вроде проверил, вроде он нормально пишет, вроде бы по-человечески. Но буду ли я плеваться в него и пфыкать, и задувать его, не знаю. И насчет клавиатуры, не знаю, с мышкой. Тот микрофон цеплял мышку с клавиатурой, но почему-то на записи вместе с игрой, когда со звуками игры этого не было слышно. Макарошки. Думается мне, что там уже достаточно много набержало денежек. Ну, хотя бы там по тридцаточку. Как бы думать... А, это палочки. Нет, палочки мне не нужны. Палочки будут на верхней полке. Палочки будут на верхней полке. Нам нужны макарошки. Нам нужны макарошки и не больше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка ставь. Вот я не знаю, я вроде не хочу ровно раскладывать, но все равно душа требует, понимаешь? Душа хочет, чтобы я поставил эту пачку макарон ровно. Самое интересное, что они как бы... Хотя нет, они, наверное, одинаково просто они одинаково ставятся, просто у меня предыдущая пачка стоит криво, и поэтому относительно нее стоит это криво. Так что я уже просто придираюсь к разработчику. Я не знаю, мне кажется, у меня уже день просто не проходит, чтобы не докопаться до этого разработчика. Ну, а че он такой? Че он хотел еще? Когда он делает игрушку такую. будет готов к критике. Так, мне кажется, мы хоть собирались здесь поставить... Не, мы вот сюда печенюхи разложим, да? Хлебные палочки, ореховый шоколад, мука, соль. Ну да, здесь соус, будет печеньки, правда, соус здесь вообще ни к чему. Соус, наверное, вот сюда масло поставим. Вообще, на вот этом полукруглом, на полукруглой стойке должен стоять был соус, но, видать, что-то поменялось у меня в голове, и... Точнее, не то, что в голове поменялось, я, блин, просто не купил эту полукруглую стойку, вот и вся история. Как бы, если бы я ее купил, может быть, я сейчас расставил, она просто вон там вон должна была стоять. А так как здесь полукруглая стойка не для соуса, а для всякой вот ерундистики по типу орехового шоколада и всего подобного для муки, сахара, соли, хлебных палочек, то, как бы, мы будем грузить эту полку всякой ненужной ерундой, которая не относится никак к этому стеллажу и отделу, в принципе. Здесь хотя бы, ну, я не знаю, печеньки, правда, тоже к муке, но к муке относится хоть как-то, и к вот сладкому ореховому шоколаду тоже относится, но к муке с макаронами вообще никак, но что ж поделаешь, что ж поделаешь, мы уже начали раскладывать. Давай мы возьмем лесенку, не дай бог, я снова телепортируюсь куда-нибудь, надеюсь, такого больше не случится, и разложим с тобой хлебные палочки, просто они на самой верхней полке, поэтому мне не очень удобно прыгать. Та-та-та-там, ту-да-да-дам, ту-да-да-дам, ту-да-дам, угу, 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 все, так, я больше не буду брать тележку, когда, когда стою на ней, заканчивается это обычно очень нехорошо, так, ну, соль мы, наверное, без тележки разложим, тележкой почему-то ее называют, без лестницы, ну, потому что выглядит она как тележка, еще и на колесах, как бы, чем не тележка тебе, можно класть коробки и возить так же, как на тележке у джабера, такая же, как желтая тележка, просто серая и бесплатная, одни плюсы, угу, вот, что у нас здесь, у нас здесь ореховый шоколад и мука, мука стоит вон там, и как бы мы ее сейчас туда поставим, сахарок, сахарок, сахарок я думаю поставить вместо муки, мука, вот типа здесь вот соль, вот здесь вот сахарок, вот здесь вот, будет ореховый шоколад, он пусть там он стоит и все, он никому там не мешает, его все равно один хрен никто не видит, и не такой уж это главный товар, чтобы класть его на первые линии нашего магазина, нет, нужно было вот так вот поставить, чтобы вот сюда вот еще одна пачка влезла, нужно было, нужно было, а почему он не влезает, ну какая-то несправедливость, вон место скок, смотри, блин, с таким зазором, с таким зазором влезла, ну ладно, вот здесь вот пусть стоит, сахарок, ореховый шоколад, сахар будет стоять вот тут, ага, правильно, все делаешь, и, 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 давай, кладись, у меня сейчас ощущение почему-то, что ты слышишь клики моей мышки, прям реально вот, очень сильно, если реально он там будет это хватать, весь этот микрофон, все это дело, то, это очень грустно, я не знаю тогда, что с этим нужно будет делать, возможно, просто это в постобработке все убирать, либо же, придумывать что-то с расположением этого микрофона, хотя он, должен быть однонаправленным, все-таки он должен слушать только меня, вот типа вот здесь вот, и не цеплять больше ничего, кроме этого, но кто знает, кто знает, всякое, всякое может происходить, и всякое может случаться, шоколадный, ой, шоколадный орех, ореховый шоколад, вот сюда вот, нет, мы вон туда вот ставим, все, молодец, еще две должно быть, еще, у меня же была здесь только одна, погоди, я сейчас хочу посчитать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, а, одиннадцать, все, я понял, это я лоханулся, и неправильно посчитал, эти коробки мы забываем, здесь кекс-подгузники, тоже и химия сплошная, здесь ничего больше полезного нет, так, пойдем овощи с фруктами положим на пол, полочку вот на вот эту, потому что почему бы и нет, типа, 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 вот, пусть стоит здесь все, мы же договаривались, что эта полка будет для овощей с фруктами, правильно, правильно, я это точно четко помню, только поэтому я так говорю, если бы не помнил, я тебе такого не сказал бы, ни в коем случае, апельсины, это фрукт, следовательно, наверх, а перчик будет стоять вот тут, а возьми, блин, ну это все ровненько стоит, я это как-то прям наполевательски отнесся, вот к этой коробочке, вот так, и в принципе вот так, вот так, вот давай водички сейчас попью, и посмотрим, что у нас там по прибыли, если прибыли будет достаточно машину, то мы с тобой берем, едем, покупаем автомобиль, тестируем его по несколько кругов по трассе, и собственно на этом закругляемся, нет, на автомобиль у нас денег недостаточно, следовательно, мы с тобой сейчас, следовательно, мы с тобой сейчас делаем что, делаем вот это, раскладываем соус, и в первую очередь, конечно же, едем домой, ложимся спать, и дожидаемся, когда же у нас появится сверхприбыль, которая, ну как сверхприбыль, это ни хрена не сверхприбыль, просто нам нужно дополнительные 15 тысяч долларов, 35, 15 тысяч 35 долларов, и больше ничего, даже теперь меньше, погнали, домой, нет, погоди, да погнали, погнали, я хотел взять грузовик, но у меня был уже печальный опыт с грузовиком, он улетает, он улетает просто-напросто, он тебя даже не спрашивает, он просто вот так вот делает вместе с этой машиной, и все, и как хочешь, так с этим живи, он не планирует уживаться, зачем-то нам спавнят каждый раз машину, которая, ну вот эту, на которой мы непосредственно едем, мы сейчас перемещаемся до дома, они ставят нам вот сюда вот машину, а я на это место паркую грузовик, и никто же не просит спавнить сюда машину, я же как-то сюда добрался, зачем мне здесь машина, зачем мне эта недвижимость, например, она у меня осталась, допустим, ну, допустим, она у меня осталась где-то без бензина, то есть она тоже здесь заспавнится, но как-то это и читерски, и одновременно бесполезно, я, например, хотел ее там оставить, может быть, не знаю, погнали мы, погнали в магазин, думаю, товаров, которые у нас сейчас находятся в магазине на полках, будет предостаточно для того, чтобы, как это правильно сказать, заработать необходимые деньги, для того, чтобы купить гоночный наш суперкар, который, наверное, летит быстрее пули, я просто не могу представить, как он быстро ездит, хотя вот это тоже быстро ездит, смотри, когда я начал хвалить грузовик, она тоже начала быстро ездить, это, это парадокс, это парадокс, это просто самовнушение, все мы купили вообще для нашего магазина-то, да, все соковыжималки, все эспрессо-машины, все куплено, автоматическое закрытие магазина, когда нет товаров, это совсем, когда нет товаров, так что это нам не подходит, 25905, я не знаю, чем мы будем заниматься все оставшееся время, просто побегаем, я не знаю, просто, а, мне сказали сгонять в магазин фурнитуры, погнали пока сгоняем в магазин фурнитуры, посмотрим, что там добавили, я так понимаю, что там что-то добавили, меня попросили доехать и посмотреть, мне же не жалко, погнали посмотрим, тем более бензин здесь все равно никуда не убывает, и амортизация автомобиля также не учитывается, следовательно, следовательно, вот так, и, кстати, заедем сейчас на ферму и посмотрим наших 960, а, 930 с чем-то кур, или 970, это уже даже не припомню, телефон здесь не достается, поэтому посмотрим в магазине фурнитуры количество кур, и заодно, Кирилл, да, Кирилл, ты же написал про это, про эти кур, заодно удостоверимся, пропали ли они просто, или на самом деле, ой, на самом деле, просто багануло все, и прибыль они приносят, но количество их в загоне в этом сократилось, ну, остановись ты, спасибо, беги, ты как будто бегом бежал, ты в машине сидел, цветочный горшок, идите, тут даже анимация есть, смотри, он не просто стоит, он колышется, на каком-то ветру, хотя больше похоже на эффект какой-то пустыни, типа, тут очень жарко, и от пола исходит огромный температур, электроника, столы для электроники, есть, курить, ну, ты смотри-ка, как реально много всего интересного, ну, как много, типа, чуть-чуть добавили, компьютерный стул у меня, по-моему, есть, следовательно, он мне нахрен не уперся, давай тогда посмотрим, что же здесь есть еще, здесь, наверное, больше ни хрена не добавили, здесь какие-то, типа, эти, под чипсы-стойки добавили, мне кажется, как они вот тут стояли, чипы-дисплей, нет, не чипы-дисплей, мне нужен, мне нужна была стойка под чипсы, или под что-то еще, мне казалось, что я читал в обновлении про стойки под чипсы, хотя, возможно, это были просто галюны, и на самом деле никаких стойк под чипсы нет, давай купим вот эту вот, ерундовину, потому что она нам по зарез необходимо, что я еще хотел здесь сделать, а я не знаю, давай купим стол для электроники, правда он, правда он на кой он нам нужен-то, как ты считаешь, он нам нужен, но изогнутый такой точно не нужен, он будет кривой, а вот такой стоит дешевле и ровный, ну и цветочный горшок давай купим, кому хуже от этого будет, правильно, правильно, садимся в автомобиль, едем на ферму, смотрим количество коров, изменилось ли оно или нет, и смотрим количество кур, по крайней мере прорисованных кур, так как на телефоне-то у нас пишется, что и доход какой-то такой-то там, и пишется количество этих кур, в достаточное, достаточное, так, доход будет доступен в DATS 1.0.0, то бишь у нас с тобой 977 кур, да, 7000 сейчас собираю, это очень здорово, коровки здесь отдыхают, отдыхают, блин, слушай, кудахчут они, как будто бы их много, но, количество их реально меньше, чем по факту у меня заявлено в смартфоне, то бишь это просто элементарный баг, при покупке скорее всего, каких какого-то большего, чем разработчик задумывал, количество этих животин, они просто начинают пропадать, правильно, вот если сейчас продам курицу, например, сколько их должно быть, ой да, 977, ой, 976, да, 976, то бишь, это не счетчик не обнулился, это прям реально кур у меня 976, и каждый из куриц приносит доход, но количество этих кур прорисованных, явно отличается от фактического количества, так, ой, голова жопа какой, смотри-ка, интересно, не знаю, будет ли это на превьюшке или нет, но, я соскринил, на всякий случай, нам осталось, смотри-ка, всего лишь на всего 7000 долларов, разработчик убрал стены невидимые, или что, почему-то так здорово я проехал сейчас, но видать, да, видать, он просто-напросто взял и поставил здесь гору поближе, и там он с той стороны, кстати, хочу заметить, если ты не обращал внимания, вон там стена построена, по-моему, или это я не обращал внимания, или это я слишком много внимания обратил, или он просто деревьями воспользовался, ну, скорее всего, да, деревьями воспользовался, и там теперь так же нельзя проходить, просто с помощью, благодаря деревьям, не будем на этом останавливаться и зацикливаться, это глупости, глупости, все это глупости, нам нужно 7000 долларов срочно, чтобы купить офигенный спортивный автомобиль, который будет нашу жопу возить тут со скоростью света, погнали, побежали, 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 давай, 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 блин, смотри, остается всего 2000, но в целом можно было выбрать побегать и продать всех кур, у нас по 25 долларов, а что, опа, хлеб не выставил, ну-ка смотри, какой я молодец, какой я, и торты не выставил, торты, это самое главное, торты не выставил, это как я мог, как я мог, что я хотел сказать-то вообще, а, про кур, 25 долларов каждая курица, и получается, получается что, почти 1000 кур, 900 там с чем-то, плюс коровки, которых можно тоже там, по-моему, продать за, не за бесценок, а также, по-моему, в два раза дешевле, чем они были на рынке, и так, что получается там, в принципе, прилично так-то, 25 тысяч, ну да, тысяч 30, наверное, мы собрать сможем с этого чуда, зоопарка с нашего, а, пить можно вот этой рукой, что я туплю-то, ну, что-то я не сразу подумал, просто я правша, как бы, мне очень удобно этой рукой пить, так вот и живем, 20 и 10, 30, 39, 595, что я хотел сделать сейчас, а я не знаю, что я хотел сделать сейчас, мы о чем-то разговор, а, хлеб выставить, вот, хлеб-то я не выложил, тортики я выложил, а хлеб нет, вот и как хочешь, так и понимай, взяло и отшибло память, хотя сам вслух даже это сказал, сам даже услышал, и все равно один хрен забыл, представляешь, вот такая память у меня, как у рыбки, блин, вообще вот, о стекло, о стекло, о камушек, о стекло, вот так вот, поплаваю, блин, в аквариуме в своем, и забываю, что на самом деле я хотел сделать, с одной стороны, вроде как бы весело, а с другой стороны, ни хрена не весело, не весело, забываешь абсолютно все, просто абсолютно все, даже не помнишь иногда, как, как куда идти, кошмар, все, накопили на спорткар, погнали мы в автомагазин, и на этом закончим, ну, после того, как естественно прокатимся, несколько кружочков, по нашему городку, в последний раз, я думаю, до следующего обновления, ну, потому что больше нам в магазине делать нечего, достигли мы всех поставленных целей нами ранее, и думаю, все, купили уже все автомобили, ну, скутер мы не купили, ну, скутер он нахрен никому сейчас не уперся, скутер мы покупали в предыдущей игре, мы ездили на нем, конечно, написали, что попробуй сделать 30 сальтук на скутере, ну, типа, ну, такое это дело, это не круто совсем это делать, заниматься этой ерундой, можно было бы, конечно, это заняться, просто не хочется это делать именно сейчас, дружище, давай мне спортивный автомобиль, 45, он же 40 стоил, серьезно, я на, на этого обманулся, ну, ладно, сейчас, сейчас у нас тут достаточно быть, ой, извините, извините, я не специально, я сделал это совершенно случайно, не со зла, абсолютно не со зла, у нас есть деньги на карте, есть деньги на банковском счете, я думаю, что, во-первых, пока мы катались, там уже денежка-то всякая какая-то накапала, можно перевести, вот эти вот, три с половиной тысячи практически денег, даже что практически-то больше, чем три с половиной тысячи, или как, подожди, какие три с половиной тысячи, три четыреста, да, три пятьсот там с небольшим, на карту, точнее, да, на кошелек, снять, обналичить, обналичить, так скажем, деньги, и, к тому же, собрать деньги с кассы, с кассы, думаю, накапало уже тысячи две, да, да, две тысячи накапало, и остается три тысячи с половиной, как раз-таки, нам, на, вот эту вот, покупочку, 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 покупочки, можно еще ссуду взять, вообще все можно сделать, и, и все, в кошелек можно только из банка, что я весь обыкался сегодня, прям, день какой-то икоточный, три пятьсот, уж так, так и быть округлим, сорок пять, уже один хрен есть, курицу продали за сорок четыре, это же получается в десять раз, четыреста долларов, я думаю, думаю, еще косарь сняли, смотри, блин, да, это, копить здесь на что-то, вот в этом режиме, это, просто реально, удовольствие, можно просто за одну серию, было всю игру практически пройти, ну, за две серии, можно было практически всю игру пройти, если бы мы ту, например, игру, не, точнее, поза ту, скорее, да, да и ту тоже, не скупались животных, а, занимались бы, на самом деле, просто покупкой машин, занимались бы покупкой, вот этих вот, экспортных компаний, вот этой всей, билибердой с мебелью, то, думаю, это было бы серии две, может быть, три от силы, или у меня третья серия с этим обновлением, не помнишь, нет, я тоже не помню, все, заехали почти что в гараж, но мы туда не будем заезжать, потому что мало ли еще забагаемся, ну, что ж такое, почему сейчас стамина-то на минимуме, на самом, находится, купить спортивный автомобиль, садимся в наш Porsche Panamera, или это больше похоже на Lamborghini Diablo, старый такой, или на Gallardo, наверное, больше все-таки похоже, что это такое, едет он точно так же, управляется настолько погано, прям вообще трындец, трындец, просто, я сейчас сквозь деревья могу летать, круто, он реально управляется настолько погано, просто, просто кошмар, это ужас, у него руль вертится, ты видишь, да, с какой скоростью, хотя я нажимаю, вот, раз нажал, раз нажал, раз нажал, раз нажал, он просто сразу уходит в, ой, в этот, в крайне правое-левое положение, и все, и как хочешь, с этим так и жди, и борись, он, а поворачивает он убого, просто очень убого, вот этот звук отсечки, он здесь вообще ни к чему, я не знаю, чем отличается этот гоночный автомобиль, от негоночных автомобилей, которые были у нас до этого, по-моему, фура ездит гораздо более удобно, и, на ней более комфортно, ну, управляется и сидится, боком заходить в поворот, очень удобно на этом автомобиле, более ничего, хорошо ходит с альтухи, он не крутит, это уже классно, я, кстати, не посмотрел, есть ли у него статистики по типу, статистики по типу, бензина и починки, износа самого автомобиля, замены масла и т.д. и т.п., но я думаю, что нет, потому что еще есть, какой-то ты полетел-то, ну, что за звуки, ну, хотя, может быть, он быстрее ездит, все, приехали, вот так заскриним, просто давай заскриним, вот сейчас я подпрыгну немножко, оп, молодец, нет, он должен быть со стороны, вот тут вот, типа вот тут, вот так, отлично, поедем сохраняться, и на этом попрощаемся, потому что делать нам здесь больше нечего, ждем следующих обновлений, ждем всяких там новых причуд, которые нам выкинет разработчик, и увидимся с тобой, наверное, только в следующем обновлении, если разработчик, опять же, не забросит игрушку, ну, я думаю, не забросит, потому что популярность к ней, по-моему, только-только нарастает, или же, это его дело, собственно говоря, а мы с тобой прощаемся, спасибо за то, что досмотрел до конца серию, и обязательно прокомментируй, поставь лайк, подпишись, если этого не сделал раньше, увидимся с тобой в других видео, в других игрушках, и в других сериях этой игры, после обновления, соответственно, пока.